Масленица идет, блиндомет несет. У православных началась сырная седмица. Время подготовки к Великому посту. Пытаемся попробовать на себе пост, в среду пятницу помоститься на вечер. И самый один из важных моментов, что мы в воскресный день обращаемся друг к другу с прощением. Почувствуй себя больным. Хабаровские врачи приступили к необычным экспериментам. Чувство страха, скованность, беспомощности, что если упадешь, я имею в виду, рядышком-то никого нет. Острота зрения снижена, все размыто. Без молитвы не играем в хоккей. Хабаровские спортсмены отправились в Москву на Кубок Патриарха. Играть хотим, хотим первое место в Хабаровске. Тренировки очень такие были усердные, хорошо тренировались. Масленицы – это народный праздничный цикл, сохранивившийся у славян со сетических времен. Символизирует он собой проводы земной встречи весны. Приходился он, как правило, на время весеннего равноденствия. Если мы вспомним дохристианские времена, то тогда это было начало Нового года. Нового года. Новый год. 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 Она дышать не смейте? Нет. Памы не дам. Памы не дам. Падень, не пасть, пацаны. Не пыль, не пыль, не пыль. Не пыль, не пыль. Первая. Ух, там нет. А у меня еще есть детка сладенькая. Такое гаденькое. Плачет, что ли? Я тоже хочу. Простите меня. Я тоже хочу набрать. Не возьмите меня. Здравствуй, весна, красавица. Ну-ка, ждала я своего часа. Сейчас на карусельке покатаемся. Ну-ка, сковородки. Но все на карусельке покатаемся. Ужи в карусельке, но все желательно. От што, Так, все. Пила. Все,ula-била. Все, била-била, била-била! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Такие были усердные, хорошо тренировались. Сражение на Красной площади предстоит серьезное. В турнире примут участие 150 спортсменов из 8 городов России. Кемерово, Новосибирска, Первоуральска, Ульяновска. Тренер школы Олимпийского резерва говорит, спортивная злость у хоккеистов есть, однако они не должны выносить ее за рамки матча. Кстати, после каждого ледового боя у соперников принято жать друг другу руки. Главное не воображать. И тогда будет все нормально. И помнить, что не своими силами мы достигаем этого. Помнить, что у нас есть люди, которые нас воспитывают, которые учат, тренируют. Ну, если проиграем, значит Бог как бы не дал нам силу. Помню, что мы недостойны этого. Состязание проходит в рамках соглашения между Русской Православной Церковью и Федерацией хоккея с мячом. Это уже второй турнир. Первый состоялся в прошлом году в Первоуральске. Они должны понять, что Господь руководит нами нашими победами, нашими поражениями, нашей жизнью. И даже в течение своей жизни служить Богу. Это для того мы их привели сюда, чтобы они почувствовали, начали почувствовать, что все-таки Господь Бог всем уголал. Интересно, почему девушки в храме должны быть в платках? Или не обязательно в платках? Да я пришла в шапки. Могу ли я в ней остаться? А если я иду, мимо храма сработает, и у меня нет с собой куска ткани, мне вовсе не заходить в церковь? Если я буду здесь молиться с непокрытой головой, разве это грех? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По сложившейся православной традиции женщины находятся в наших храмах с покрытой головой, что является символом их смирения перед Богом и перед церковной общиной. А мужчины должны, наоборот, снимать свой головной убор, находясь в храме. Но это не единственные традиции, касающиеся церковного этикета на уровне одежды. Также, конечно же, люди, находящиеся в храме, должны быть опрятно одеты, их тело должно быть покрыто одеждой. Даже несмотря на то, что лето может быть жарко, человек должен зайти в храм в брюках или в юбке, ни в коем случае не в шортах или в купальнике. Почему? Потому что каждый раз, заходя в храм и вознося свои молитвы к Богу, мы таким образом оказываемся пред Его лицом. И трудно поверить, что человек, который молится в храме с благоговением, на его молитве не будет отражаться то, во что он одет. Конечно, нужно избегать крайности. И если девушка или женщина идут после работы или после учебы мимо храма, если у них возникло желание зайти в этот храм, они, конечно же, могут зайти в храм. И сегодня, как правило, в большинстве храмах возле входа находится специальное место, где лежат платки, и каждая женщина может взять этот платок и повязать свою голову. Но даже если таких платков нет, все равно она может пройти в храм и помолиться, вознести свои молитвы к Богу. И церковные люди, они ни в коем случае не должны таких людей осуждать, ни в коем случае не делать им замечаний, и тем более не выгонять их из храма, потому что нужно вспомнить самих себя, если мы не были воспитаны в нашем детстве в церкви, как нам было тяжело порой переступить порог храма, зайти в храм. Нужно со вниманием к этому отнестись и подумать о том, что, может быть, это вообще первый приход этого человека в храм. Русская зима с восточным колоритом. В Хабаровской духовной семинаре открылась выставка известного художника из Поднебесной Юй Джи Сюэ. Мастер является основателем живописной школы «Льда и снега». В его работах только зимние пейзажи, причем не только китайские. Интересно было обнаружить на этих картинах много общего с православной иконописью. Во-первых, это где-то условность, которая дает особую красоту, особый шарм. Было открытием увидеть на картинах китайских художников изображение русских храмов, пусть и в китайской интерпретации. Причем на одной из картин храм изображен как бы на горизонте, в снежной дымке, и, наверное, этот художник изобразил свое чувство предстоящего более тесного сотрудничества с Россией через православие и ее культуру. На выставке представлено 40 работ. Они принадлежат кисти не только известного мастера, но и его учеников. Идея сделать столь необычную для духовного вуза экспозицию принадлежит другу семинарии – хабаровскому художнику Алексею Авдееву. Он часто бывает в Поднебесной. Вот и решил познакомить хабаровчан с новыми веяниями китайской живописи, чтобы помочь лучше понять собственную культуру. Есть такой китайский самовар, например, и там подают мясо, 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 а потом дают персики. Покажи, зачем? Ну, чтобы понять вкус мяса, тебе дают персик. И это вот что-то такое, чтобы понять вкус русского. Мы привезли все китайского. Китайская живопись не такая, как русская. Если наш художник рисует, как видит, то китайский как представляет, то есть создает символический образ дерева, камня, реки. Полотна Юй Чжи Сюэ одновременно похожи и не похожи на традиционное китайское искусство. Мастер придумал свои приемы изображения льда и снега. Среди них штрихование косой кистью, вбрызгивание белой краски и другие. Но льда не просто белый, а у него есть и свет. Лиза приехала из Китая. Сейчас учится в университете путей сообщения. Узнав, что в Хабаровске проводится выставка Юй Чжи Сюэ, сильно удивилась. На ее родине он признанный мэтр. Вместе со студентами из Поднебесной в семинарию пришли и российские студенты. Те, которые изучают китайский язык. Пока еще с трудом они пытаются переводить иероглифы на живописных полотнах. От них не отстают и семинаристы. Занятия по языку Поднебесной имеются и в расписании духовного вуза. А кто-то просто любуется красотой зимних пейзажей. Где русские березки соседствуют с бамбуком. Где бродят тигры и белые медведи. Где среди деревьев приютилась избушка. А над заснеженным лесом парят золотые купола храма. Ну, 35 тоже дата. Ну, как бы 60 лет так круче. Я их никогда и не пробую. Ну, они прям такие тоненькие. Хорошенькие. Смотри, какой красивый. Прямо рыженький. Аж весь в дырочку. На солнце светится. Я вообще люблю день рождения. Хоть единственный день в году, где тебе люди могут хоть доброе слово сказать. Может быть, кто-нибудь мне скажет, что он меня любит. Или что-то когда-то меня выручит. Я выручила. Или что-то хорошее для них сделала. И сидела такой прям весь герой дня. Все как без меня было. Я спортом всегда занималась. И как бы успехи у меня были. Пела везде. Все на сцене. И в хоре, и в соло. И сейчас так люблю. Люблю, чтобы вообще весело было. Чтобы было хорошо. И одевались, наряжались. Какие-то... Ой, если у детей день рождения было. Они, дети, готовили программу. У нас дома было пианино. Они играли в четыре руки. Потом на роликах катались. Тоже как бы что-то показывали. Пантомимы какие-то. Это все пили. Ой, а к Мариончукам придешь как в цирк. Внучка моя такая музыкальная самая старшая внучка у меня заканчивает музыкальное училище. Она у данных сидит. Представляете, девчонка колотит. Вот у Сонечки был день рождения в субботу. И это 8 лет было. Ну и детки тоже выступали. Одиночество страшное дело. Если себя распустить, это значит все. Ну, я как-то стараюсь, чтобы мне не было так, чтобы я тут не сидела, не плакала в окно, не смотрела. Вот. Конечно, я в основном все эти банки делаю для моих старших. Они очень любят. Костя с Олесей, детки любят. Надо просто себя занимать чем-то. Не крутит никому голову, как мне плохо, как мне одиноко. Вот. Я в бассейн хожу. Уже хожу в бассейн 7 лет. Как на работу? Никогда не пропускаю по неуважительным причинам. Или что мне лень, или еще что-то такое. Вот. Потому что считаю, что это здорово заниматься. Овощи я люблю. Я люблю готовить, я люблю угощать. Так, чтобы все было прям. Дети меня ругают, конечно, из-за дачи, чтобы я ее бросила. Мама, перестань, никому не нужны твои овощи. Ну, я считаю, что на диване лежать тоже ничего хорошего. Ну, чем-то же надо заниматься. Какой-то физический труд должен присутствовать. Без любви вообще ничего не возьму. Даже блинов пожарить. Что, как попало, что ли, сделал продукты только перевести. Везде надо душу вложить, любовь свою. Как бы, если у меня сейчас, вот, как бы, да, человека рядом нет такого, чтобы каждый день он у меня был, которого бы я вкладывала душу, там, любовь. Хороший повар, враг здоровья, да? Берешь котлеточку, так вот ее разбиваешь. Так вот, делаешь ее примерно, чтобы она была толщиной сантиметр. Вот так. Опускаешь сюда. И на нее, вот так, внахлёст идет это яйцо. Вот так вот. У нас нагрелась сковородочка. Сковородочка нужна маленькая, чтобы у нас вот по диаметру вот так никуда это ничего не улетело. И вот так вот мы делаем. И обязательно надо накрыть крышкой. Накрываем крышкой. Так, где моя крышка? Вот так. И засекаем, ждем 3 минуты. Вот. Сейчас будет классно. Что-то прям так вкусно. А с меня, наверное, самую перечку сейчас съем. Это моя первая любовь. Витя Снитков. Вот так вот. Сейчас прям такой интересный, смешной. Маленький, толстенький, лысенький. А вот так вот. Я с ними, конечно, хлебнула. А Максимочка, у меня, видишь, написано, Будучий Эйнштейн. Он уже маленький был. И мы уже все знали, что он Будучий Эйнштейн. Потому что, ну, он и сейчас как бы оправдывает доверие. Это вот мои детки. А вот это у меня фотография, где меня в комсомол приняли. Вот, вот это. Это меня прям вот это Витя и фотографировал. Вот они мои двойняшки, видишь, уже в школу идут, из садика. А вот это мне нравится. Они стоят как это. Олег Кашевой, Зоя Сподимьянская. С таким выражением прям все это. Вот они в первый класс у меня идут. Подружки мои. Вот у меня маленький Костик, когда родился. Это наша большущая семья, которая еще мама с папой. И все-все родственники. Это наш папа, менционер. Приехали в Биробиджан в гости и в проруби купаюсь. Меня даже еще и в газету меня засняли. Всякие письма я сохранила, как у меня доча куда-нибудь уходила, писала. Мама, я там пошла туда-то, туда-то, приду во столько-то, не волнуйся. Или с лагеря там пришлет письмо. Здесь очень плохо. Тут картошку дают с комочками. Я кушаю один хлеб. И везде мухи летают. Это как письмо на деревню. Милый дедушка, завери меня отсюда. Я очень люблю герань. И вообще говорят, что герань должна расти в спальне. Она очень хорошо чистит воздух. Ну вот эта вот геранька у меня молоденькая. Я ее только привезла со шмаковки. Она бордовая. А вот эта вот красная герань набрала цвет, но еще не распустилась. Так что вот очень красиво у меня тут будет, когда они прям все зацветут. Мои все гераньки. А вот такая... Девушка, завтра.